В начале декабря по всему Подмосковью прошла неделя функциональной грамотности, в рамках которой ученики 9-11 классов смогли применить свои теоретические знания в реальной жизни. В нашем муниципалитете такие практикумы проводятся уже второй год подряд. Такой формат проведения для старшеклассников, он полезен им тем, что они могут понять, как знания, полученные в школе, могут им пригодиться при выборе профессии, при устройстве на работу. 20 старшеклассников из Видновской гимназии в ИХТЛ, 1-й и 5-й школ погрузились в бизнес-планы, бухгалтерскую отчетность, вникли в логистическую цепочку. Ребята выбрали 4 направления деятельности – салон красоты, ресторан, образовательный центр, турагентство и благодаря торгово-промышленной палате муниципалитета смогли изучить работу предприятий изнутри. Мы организовали экскурсии в компании, где ребята смогли вживую пообщаться с владельцами бизнеса, узнать все тонкости его ведения, а также попробовать себя в качестве сотрудника этой компании. Пять учениц Виновского художественно-технического лицея отправились на практику в ресторан. Они побывали в Святая Святых на кухне и, конечно, поработали официантками, а эта профессия по праву считается одной из самых тяжелых. Десятиклассница Анна Васильева надолго запомнит этот трудовой день. Были клиенты, которые знали, уже прислали в лицо, меня не знали и пытались мне вопросы задавали по поводу меню и так далее, чтобы проверить меня. Я справилась со всем. Честно, это очень хороший опыт и это очень мне поможет в моей будущей профессии, как раз вы спрашивали. То есть, что лучше понимать людей и вообще лучше справляться с конфликтами. Чаевых много оставили? Да, нормально, прилично. Станут ли девушки в будущем работать в ресторанном бизнесе, неизвестно, но опыт этот для них действительно бесценный. И таким образом профориентируются. И мы очень надеемся, что ребята, выбирая уже образование следующего этапа, будут очень четко себе представлять, где будут применимы их теоретические знания. Практикум и функциональные грамотности для старшеклассников планируются сделать в муниципалитете регулярными. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Расходы на рекламу по всему городу.